Понятно. Второй вопрос к Татьяне Георгиевне Широбановой. Поступили ли вакцины в Балаковский район? Поступили ли на прилавки вот эти супер лекарства в наших аптек? И как она относится к тому, что в интернете очень много публикаций о том, что говорят, что это просто дженерики, которые по факту наносят вреда гораздо больше, нежели чем пользы. Пожалуйста, Сергей. На сегодняшний день мы продолжаем вакцинальную кампанию по поводу прививок от гриппа. Данной вакцины имеется. Вакцина от коронавирусной инфекции пока что в наш район не поступила. Поступило 42 дозы в Саратовскую область, которые были использованы для прививки медработников, для определения логистики проведения прививок против коронавируса. Пока данных о том, когда вакцина от коронавируса поступит в Балаково, у меня нет. Что касается лекарств. На сегодняшний день есть четко регламентированная перечень препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции. И данные препараты, это и орбидол, и ингверин, и циклонферон, они в аптеках имеются. Имеются необходимые антибактериальные средства, которые также применяются для лечения коронавирусной инфекции. Но в любом случае, данные препараты назначаются врачом, и их необходимости применения, а также дозировка, способ применения определяется врачом. Либо это таблетированные препараты, либо это инъекционные препараты. То, о чем вы говорите, что различные виды противовирусных препаратов на сегодняшний день в клинических рекомендациях, как обязательные для применения медицинскими организациями, у нас пока что нет. Те препараты, которые к нам поступают в больницу, они имеют четкие рекомендации противовирусные. И только те препараты мы применяем, которые разрешены и полностью одобрены клиническими рекомендациями по лечению коронавирусной инфекции, утвержденные Минздравом Российской Федерации. Поэтому все то, что вы говорите, появляется в аптеках, это пока что... Оно допущено до, так сказать, пациентов, но не является клинически доказанным эффективным препаратом. Продолжение следует...